В составе команды и молодые, и уже опытные хоккеисты. Серебряные призеры Паралимпийских игр в Сочи. Владимир Команцев, Василий Варлаков, Иван Кузнецов, Дмитрий Лисов и другие. Помимо основного и молодежного состава сборной России, в турнире примут участие команды Германии и Словакии. Вот эти две команды, которые приезжают из Словакии и сборной Германии, они будут нашими соперниками на предстоящем чемпионате мира. Так что мы посмотрим, как они выглядят и будем готовиться уже непосредственно к этому турниру. Тем более, у нас два года практически нас не допускали к международным стартам. Сейчас это очень полезный будет для нас турнир, где мы можем наиграть уже непосредственно взаимодействие и получить опыт. С 2016 года российские слэдж-хоккеисты не участвовали в международных соревнованиях, поэтому сочинский турнир – это важный этап в подготовке к чемпионату мира. Он пройдет в ноябре. Если наши слэдж-хоккеисты займут там первое или второе место, это обеспечит сборное участие в Паралимпиаде 2022 года в Пекине. Мы развиваемся сейчас активно. Все больше регионов включается в нашу инициативу, в нашу работу. И с помощью усилий регионов, с помощью сотрудничества с ХЛ мы утвердимся в элите мирового хоккея и покажем, что такое наши люди в хоккее. И не важно, в каком разрезе этого хоккея, но всегда мы будем одними и сильнейшими. Сборная России будет рада видеть своих болельщиков на сочинских трибунах, тем более, что вход на турнир бесплатный. Наша задача – организовать чемпионат по стандартам континентальной хоккейной лиги. И так оно и будет, начиная от наружной рекламы в городе до телевизионных трансляций. Все желающие смогут пообщаться с игроками и сфотографироваться. Кубок континента пройдет с 1 по 5 июня. Матчи стартуют в 13 и 17 часов на тренировочной арене «Айсберга».